Привет всем любителям АМА, это обзор турнира UFC Fight Night. Хермансен против Стрикленда, который пройдет в ночь с 5 на 6 февраля, снова UFC Apex, Невада, маленькая клетка. Турнир, конечно же мутный, мутный турнир, шучу. Ну турнир, как мне кажется, хотя бы наполовину неплохо читается, не могу сказать здесь прямо мега противостояние, ну такой рядовой Fight Night на твердую четверку. Давайте попробуем узнать, что в нем есть интересного. Обзор у нас по состоянию на понедельник. Вот на этот бой почему-то некоторые букмекеры придерживают коэффициенты. Не знаю, может быть он слетит, может быть и нет. Бальком Гордон против Дениса Бондаря в категории 57 килограмм. Бондарь наконец-то дебютирует, наверное, в UFC. Он потому что дважды уже должен был дебютировать и дважды он слетал, я думаю. Ну один раз точно из-за травмы, поэтому учитывайте, что парень подвержен травмам, наверное. Вот что еще надо отметить, что дрался он в категории 57 и 61. В частности, последний бой у него был в категории 61. Поэтому до того, как совершать какие-то телодвижения, я бы хотя бы, конечно, посмотрел бы на него на взвешивании. Ну и он не дрался уже полтора года. То есть есть простой, травмы, есть небольшое несоответствие с весом. Хотя в целом все-таки он больше всего в 57 килограмм дрался. Ну и габариты у них примерно одинаковые, по крайней мере, рост. И возраст примерно одинаковый. Может быть, даже где-то и опыт примерно одинаковый. Но Бондарь, пожалуй, поопытнее. В общем, что по нему надо отметить. Это чемпион украинского промоушена WWFC. И единственная моя претензия к нему, наверное, которая есть. И как практически всем чемпионам из этого промоушена, это уровень оппозиции. Оппозиция, конечно, в значительной части была слабенькая. Даже вот когда он уже там подобрался к титулу. Ну вот такие там 2-1, 0-2, 2-2. Ну что это за бойцы? Есть, конечно, и более такие опытные. Ну вот это всякие, наверное, джорни-мены и тому подобное. Ну и, собственно говоря, видимо, он, я так понимаю, двойной чемпион. Поскольку драться было не с кем, ну подрался с кем пришлось. По крайней мере, вот он выигрывал титул в 57 и выиграл титул в 61. Хороший борец, хороший грэплер. Агрессивный, умелый. И в целом, как бы, оппозиция у него была не супер, но на фоне этой оппозиции он выглядел, ну, я бы сказал, доминирующе. У него 14 побед, 4 нокаута. В основном, я так понимаю, забиванием. 10 сабмишина. Два поражения. Дело было в 16 и 17 году. Ну вот, этот Жифа Шанг, это человек, который хотя бы дрался на контендер сериес. Поэтому, ну, каким-то более-менее. Так, а здесь почему-то 3 поражения. Видимо, Шердокс с Тополаджи расходятся. Ну, в общем, за последние, скажем так, 4 года у него поражений не было. И в целом, во всех боях он выглядит хорошо. Прет вперед, переводит, старается работать в гранденпаунде. Там уже либо забьет, либо засабмитит. В зависимости от того, что выберет его противник. С Мальком и Гордоном мы более-менее знакомы. Думаю, рассказывать про него особо не надо. Он, наверное, все-таки немножко удивил в бою с Франциско Фигуэрэда. Ну, это потому, что Франциско Фигуэрэда, честно говоря, лошпед. В общем, выйти на третий раунд и начать там с какими-то коленями вперед прыгать. Это, конечно, ересь несусветная. Поэтому Гордон сумел в том бою реализовать свою борьбу. Сумел избегнуть для себя опасности. И кое-как выцарапал победу. Что его ждет в бою с Бондарем? Ну, ничего хорошего, мне кажется, его не ждет. Бондарь. Ну, в любом случае, он, мне кажется, не менее умелый боец. Тут сложно прям так уровень четко оценить. Но мне кажется, что Бондарь особо ни в чем не уступает. Возможно, превосходит. И уж точно, как мне кажется, Бондарь будет покрепче. По крайней мере, я не видел, чтобы его там шатало от каждого попадания, как это происходит с Малькомом Гордоном. Поэтому все знают, наверное, что Гордон очень плохо воспринимает ущерб. Поэтому я ему даю какой-то процент победы на то, что он может быть победит с Абмишином. Я думаю, что в джиу-джитсу они примерно равны. Может быть, Гордон где-то там сможет воспользоваться ошибкой. И, пожалуй, это его единственный шанс на победу, который лично я вижу. Во всех остальных ситуациях, я считаю, Бондарь должен его проходить. Да, это дебютант. И с учетом всего-всего о том, что я сказал, тем не менее, я считаю, что Бондарь это такая около-ЖБшная тема, которая будет красоваться у всех в экспрессах. И в данной ситуации, наверное, даже где-то у меня будет тоже красоваться. Я думаю, что он победит досрочно. Не знаю, насколько на это дадут. Но рассчитываю, что хотя бы, может быть, в районе там 1.8. Ну и общая досрочка в бою. То, что не допустим, там закончат в пределах 2.5 раундов, если будут давать, скажем, 1.7. Я бы тоже такие варианты посмотрел. Наверное, здесь даже досрочка будет более надежна, чем победа Бондаря. Ну, по крайней мере, если так сопоставлять коэффициенты и вероятности, что я думаю, что Бондарь его удосрочит. Если вдруг не удосрочит, тогда сам может там на что-то попасться. Хотя я не особо в это верю. Больше я считаю, что он его переведет и размажет в партере. Данила Маркес против Джайлтона Алмейды. Опять же, Маркеса мы знаем. Это мощный Дидан. Мощный, но медленный. С не лучшим кардио. Со стойкой. Мало того, что медленный, так ее практически, можно сказать, еще и вообще и нет. С не лучшим держаком. Ну и вот с таким вот букетом отрицательных элементов. Но, тем не менее, он выцарапал две победы. Победил, ну, наверное, совсем уж таких бойцов, которым нечего делать UFC, как Хадис Ибрагимов, который меня, в общем-то, удивил. Я уж думал, что уж Маркеса-то Ибрагимов пройдет. Ну, а нет. С Радигисом, кстати говоря, Маркес был неплохим таким андердогом. И тем, кто отважился на него поставить, он принес неплохие деньги. И с Нидзичукву был на самом деле не такой плохой бой. Я, в общем-то, считал, что Кеннеди его получше проведет. Но, тем не менее, два раунда дедушка смог забрать. Опять же, в этом смысле он молодец. Но, когда у него борьба перестала проходить, Нидзичукву его в стойке просто уничтожил. Ну, и устал он, конечно, в том бою. Кардия у него так себе. Алмейда подписан через контендер Сириас. Это более молодой боец. Ему 30 лет, в отличие от Маркеса, которому 36. Ну, и, в общем, Алмейда это такая, наверное, улучшенная версия Маркеса. Потому что, в общем-то, он тоже в основном пытается бороться. Хороший грэпплер. Но, при этом, он кое-что может в стойке. Он более быстрый, более молодой. Я не замечал, чтобы у него там... Как-то он плохо воспринимал ущерб, в отличие от Маркеса. Но, в целом, мало что я, честно говоря, видел из его боев. Не особо их возможно найти. Какие-то нарезки я, по-моему, видел, когда контендер Сириас его отсматривал. Ну, и, в общем, что? Вот у него были поражения в свое время. Допустим, Бруно Асис. Я бы не сказал, что прям сильно хороший боец. Такой бразилийец чуть выше среднего, со своими плюсами и минусами. Проиграл он в 2018 году. После этого выдал такую замечательную серию. Но, опять же, если эту серию посмотреть, то мы опять увидим тут рекорды. Там 0-3, 3-0, 0-0-0-0 и так далее. Есть пара таких бойцов с более-менее нормальным рекордом. И есть пара тоже с Джорни Мэном, в которых он, в общем-то, выиграл в первом раунде. Молодец. Потом там выиграл 4 марча по грэпплингу. Правда, все они, я так понимаю, были в один день. То есть партер у него хороший. Джиу-джитсу на уровне. Он умеет бороться, он умеет переводить. Причем, что важно. Но они, в общем-то, оба это могут. И на контендер-серии встречался с Насурдином Насурдиновым, где был андердогом. И тоже, опять же, тем, кто на него ставил, занес неплохую денежку. Потому что он показал, что он борется не хуже, чем, допустим, выходцы из России, из Кавказа. Ну, еще и где-то он, может быть, и пожестче будет. И теперь он дебютирует в UFC. Идет за сказочный коэффициент 1.25 против 4 на Маркеса. 4-4.1. Ну, что, я не знаю. Все-таки, мне кажется, не совсем по делу коэффициенты. Конечно, Алмейда более предпочтительный, как, может быть, комплексный боец UFC, этого, ММА. Он, да, он больше может, потому что он, в общем-то, и в стойке более-менее приличен. Маркес в стойке, конечно, ему явно проиграет. Но у Маркеса есть одно хорошее качество. Он четко понимает, что ему нужно делать. Во всех боях, которые он провел в UFC, он строго боролся от и до. То есть он в стойке особо не задерживался при первой возможности. Он проходил там, прижимал, либо стоял в клинче, либо старался стащить вниз, перевести. Ну, и, в общем-то, у него в основном это получалось. Он у всех этих трех бойцов, не самых, конечно, лучших, но позиции-то, в общем-то, занимал и выигрывал. Опять же, допустим, к его кардио есть вопросы. По ОМЕДе, как бы, кардио вопросов нету, но, в общем-то, нету и проверки этого кардио, потому что вот в 2018 году он в полном бою проиграл, а после этого у него все бои заканчивались, ну, практически в первом раунде или в начале второго. Я просто к чему клоню? Если Маркес сумеет навязать борьбу, а он будет ее навязывать, там, сумеет или нет, я уж не знаю, то бой может оказаться гораздо ближе, чем он есть сейчас по коэффициентам. То есть, скажем так, если это вот будет бой по правилам ММА во всей, так сказать, красе, то, ну, наверное, ОМЕДе должен быть фаворитом и, может быть, большим. А если это будет что-то более близкое к грэплингу, к борьбе, к возне в парте, там, к прижиманиям в клинче, то, я думаю, коэффициенты должны быть гораздо ближе. И, в общем-то, Дед здесь может стрельнуть, там, победить решением за какой-нибудь, там, коэффициент 6 или 7. Шансы кое-какие у него есть, потому что, ну, все-таки, при всех плюсах ОМЕДе, это новичок, он дебютирует, он теперь будет драться, там, под контролем Юсады и так далее. И как он себя покажет, то есть, ну, я не знаю. Конечно, можно то же самое сказать, там, условно, про Бондаря, но как-то на Бондарях хоть и коэффициент повыше, пока не мере пока, и здесь какая-то слишком уж дикая для меня разница в коэффициентах, поэтому, ну, ОМЕДу я бы никуда здесь не рассматривал. На Маркеса по доброй воле я ставить бы тоже не стал, но если бы меня заставляли, я бы здесь все-таки, наверное, выбрал под малый процент коэффициент, чем ОМЕДу за 1.25. Алексис Дэвис против Юлии Столяренко в категории 61 кг. Ну, в общем-то, вроде бы тоже как-то более-менее понятно и не особо интересно. Дэвис поднялась в категории 61. Два боя назад. И, в общем-то, оба боя в категории 61 провела достаточно прилично. Немножко обсетнула Сабину Маза. И дала весьма близкий равный бой Пенни Кианзад. Там все расходятся во мнении по этому бою. Судьи Масс Медиа считают, что победила Пенни. Фанаты считают процентов 60, что победила Алексис Дэвис. Ну, я, в общем-то, считаю, что она, скорее всего, победила. Потому что она явно, на мой взгляд, забрала второй раунд. И третий там было очень-очень близко. Ну, возможно, можно было бы ей отдать. Первый, да, она проиграла. Ну, в общем-то, ей пошла на пользу вот это вот поднятие веса. Если у нее там был такой нехороший стрик в 57 килограмм, но с довольно-таки серьезной позицией, то в 61 она уже выступает получше. Столяренко пока, конечно, этим похвастаться не может. Не могу сказать, что она нулевая, но по большому счету она как осталась вот грэпплером с коронкой армбард. Так, наверное, она им и остается. А позиция, конечно, тоже у нее такая. Куницкая и Авила, это не подарки. Ну, и выглядит она в этих боях, нельзя сказать, что как-то близко. Там, может быть, с Авилой где-то что-то у нее получалось. Но как только она в первом раунде пропустила от Авилы хорошую серию, а Авила ей все лицо там разбило. Дальше как-то она сразу же не хлопала. То есть, если у Дэвис, которая, в общем-то, базовый грэппер, есть какая-то более-менее, ну, неплохая ударка появилась. Такой нормальный муэй-тай. И к ее минусам можно отнести только то, что у нее все-таки плохая защита. Она стала более-менее подвижной на ногах, но по-прежнему через руки она пропускает достаточно много. И у нее постоянно разбитое лицо. Это визуально не очень хорошо там на суде и влияет. То у Столяренко, в общем-то, есть, конечно, у нее панч, есть тяжесть в ударах, но по большому счету это какие-то размашистые удары, оверхенды, которые она пытается закинуть. Ну, а приличной техники там не наблюдается. Хорошей борьбы у нее тоже нет, который, в общем-то, она бы, наверное, все-таки Алексис Дэвис и не напугала. Ну, наверное, может быть, какие-то у нее шансы, если есть больше то в партере. При этом, естественно, у Алексис Дэвис есть очень хороший опыт. Она дралась со всеми, начиная там с Ронды Роузи. Столяренко таким опытом похвастаться не может. При этом у Алексис Дэвис есть нехорошее качество. Она все бои делает близкими. То есть, когда она, допустим, андердог, это хорошее качество, но когда она фаворит, это, наверное, не лучшее качество. Поэтому, возможно, бой будет поближе, чем вот эти коэффициенты, которые нам здесь предложены. Алексис Дэвис 1.46, Столяренко 2.82. Ну, как-то я с ними не хочу спорить и особо ставить по ним тоже не хочу. Но Столяренко я точно ставить не буду. Взять Дэвис двойник, ну, не знаю. Может быть, какой-нибудь там маленький процент или там рассмотреть ставку на то, что Дэвис победит решением, поскольку досрочкам она особо сейчас, по-моему, не стремится. Мне кажется, она должна перетыкать Столяренко в стойке. Если ничего критичного не пропустит прямо там и совсем не позволит себе разбить лицо, то где-нибудь там 29-28, а может быть и 30-27 по раундам должна забирать. И больше ничего интересного в этом бою я не вижу. Джейсон Витт против Филиппа Роу в категории 77 килограмм. Роу, конечно, в прошлом бою выдал выступление, не знаю чего, года, века. Дали им бой вечера же, да, с Барберианой. Ну что, конечно, у него все ни шатка, ни валка. То есть, если он выходит на человека с ударом, то Такаши Сата, Семенсбергер, сразу же его вырубают в UFC. Коу Вильямс это вообще совсем никто. Такие же вот люди, которых он до этого бил в региональных промоушенах. Ну, с Барберианой надо отдать ему должное. Во-первых, он вышел с геймплана, во-вторых, он смог его реализовать. В общем-то, не особо можно было предположить, что Барбериану можно было прям так вот затаскать в партере, но он это сумел сделать. И он выжил в третьем раунде, хотя там его Барбериану неоднократно уже потрясал. Бой, конечно, был очень веселый. Там Витт там катался по полу, там убегал, делал все, что мог. Ну, как-то он выжил все-таки в третьем раунде. Надо отдать должное вот его воле к победе. В этом смысле он, конечно, молодец. Ну, держак у него по-прежнему отсутствует. А откуда он у него возьмется? Поэтому Джейсон Витт, конечно, такой всегда боец не особо надежный. Здесь, наверное, больше претензий к Барбериане, чем заслуг Джейсона Витта. Хотя они в последнем бою у него, конечно, есть. Филипп Роу для меня по-прежнему непонятный персонаж. Такое ощущение, что он зашел в UFC потусоваться. Он все время там то тренинг с какими-то матерыми чуваками, то у него там какой-то свой медиапроект есть, по-моему, то он на каких-то там сейшенах, не знаю, он везде что-то суетится, суетится. В октагоне как-то он не фонтанирует, честно говоря. В последнем бою он же что сделал? Он не сделал вес, да? Соответственно, надо смотреть взвешивание. Дважды выступил по грэпплингу и проиграл. То есть он для меня вот такой... Вообще он по грэпплингу проиграл уже очень много раз. Вот четыре раза по грэпплингу он проиграл. Да, тут есть такие имена, типа там Гордона Райана, Габриэля Чека, но все равно. То есть он вроде бы как джитсер и тренируется с матерыми джитсерами, но я, честно говоря, от него джиу-джитсу в октагоне не вижу. Я вижу, что его можно прижимать и перевести. Во-первых, вот допустим, и с Габриэлем Грином он очень много провел времени на спине и на спине, и сверху, и все равно потерял там позиции и так далее. То есть как-то вот он отборолся, он в этом бою откровенно плохо. С Райаном Коси или с Орионом Коски, в общем-то, первый раунд-то он тоже опять же проиграл. Он позволял себя прижимать долгое время. Он позволил себя перевести и опять там снизу ничего не делал. Потом вышел на второй раунд, вроде бы включился с руками, попал по Коске, начал его там забивать и остановился. Остановился, отпустил, опять позволил себя завязать в клинче, опять они там стояли, прижимались. Потом вроде бы как еще раз включился, уже Коски там совсем устал, он его добил. Я просто к тому, что я не вижу от него каких-то геймпланов. То есть у Роу в принципе более-менее приличная ударка. У него нормально летят руки, он там неплохо работает по корпусу, меняет этажи и такие прямые удары хорошо у него заходят. Но почему-то он это мало использует. У меня такое ощущение, что он как-то выходит в октагон и периодически теряется. Не знает, что ему там делать. Хотя у него явные есть преимущества. То есть здесь у него, например, опять же в габаритах будут очень большие преимущества. 12 сантиметров в росте. И в Ричи у него 26 сантиметров. 26 Карл. Это просто очень много. Тут можно вот этого Вита просто к себе не подпускать и расстрелять его издалека и все. Но я, честно говоря, думаю, что он, скорее всего, подпустит. Поскольку, если его в предыдущих двух боях переводили, ну, мне кажется, здесь у Вита, в общем-то, шансы перевести есть. А там уже дальше Вит, когда переводит, он такой в партере довольно-таки цепкий. Может быть, не супер опасный там на уровне UFC. Но он будет лежать там, контролировать, немножко в грандонпаунде работать. И там уже дальше будет вопрос там, кто кого передышит. Кто как в партере сработает, а Роу пока в партере работает, ну, не особо. Мне не нравится. То есть, джиу-джитс у него где-то там как бы есть, но его как бы нет. Соответственно, довольно-таки действительно мутный бой. И ставить на который я не хочу. Но если бы меня заставляли, я бы все-таки выбрал Роу, если он нормально сделает вес. Потому что, ну, Вит уж совсем плохо держит удар. И я думаю, что два раза в одно место снаряд не должен падать. Если он там как-то Барберину затыскал, то Роу, ну, если вот в своем уме, он просто может вообще его в первом раунде вырубить. Так же, как это сделал там Сэмульсбергер или Такаши Сато. То есть, у него, в принципе, есть для этого неплохие шансы. Но я не знаю, захочет ли он включаться. Или он будет опять валять дурака, стоять у октагона, смотреть свой угол. Типа, чего мне дальше делать. Ну, в целом, как бы я здесь, наверное, бы Роу выбрал. К нему бы присматривался. Ну, здесь у нас трое против шести. Марк Андре Барио против Чиди Чиди. Банк-банк. Джакуани. Джакуани. Ну, Джакуани, тот еще, конечно, персонаж довольно-таки известный. Который путешествует по разным промоушенам. В общем-то, много дрался в Беллатере. Тут его занесло в ЛФА каким-то ветром. Наверное, там его и заметили. Наконец-то. И подписался он через Contender Series, где, допустим, ну, не особо ожидаемо для меня выиграл Марио Соузу. Я считаю, Соуза вроде бы такой неплохой молодой бразильский проспект. Но бой сложился прямо, я бы сказал, односторонне. Соуза ничего не показал. Джакуани его был лучше в стойке. И, как ни странно, оказался лучше в партере, где в партере его и забил. Ну, до этого, в общем-то, у него такая обширная карьера. Это, в общем-то, хороший ударник. Ну, достаточно неплохой, будем говорить так, тайского стиля. Больше он, наверное, работает одиночными ударами. У него есть отличные габариты для этой весовой категории. Это у нас весит 84 килограмма. Он будет превосходить Барио. 6 сантиметров в росте и 18 сантиметров в риче. Очень хорошее превосходство. Что еще по нему отметить? У него была такая неплохая, в общем-то, серия когда-то давно. Здесь есть какие-то имена, которые мы знаем. Там Макс Гриффин, Рикки Рейни, Андре Фиалья, вот, например, Мелвин Гиллард. Ну, потом в Белатере у него не особо задалось. Корешков, Солтер, Карвалья его победили. Те победы, которые он одержал позднее 17-го года, ну, это так себе. Хисаки Ката очень односторонний кикбоксер, не самого прям лучшего уровня. Христиан Торрес это так, не особо о чем. Ну, вот, последняя победа неплохая. Проблемой Джакуани, по крайней мере, раньше был партер. Там, в общем-то, он большинство своих поражений и потерпел. Ну, в последнем бою оказалось, что у него даже черный пояс по джиу-джитсу, хотя, может быть, черный пояс ему и не нужен. Ну, что-то он в партере все-таки понимает или стал понимать. Марк Андре Барьев, я думаю, более известен тем, кто следит за UFC. Ну, и он, в общем-то, идет на неплохом стрике, если мы вспомним, что это не ноу-контест с пехотой, а досрочная победа, где его потом поймали на каких-то не очень серьезных препаратах. И, видимо, он доказал, что они были приняты им случайно. По-моему, его дисквалифицировали только на полгода. В общем-то, начал он за упокой. Ну, пока что идет он очень хорошо. Такие довольно-таки три уверенные победы. Опять же, не на самой топовой позиции. Это, по большому счету, бойцы, которые пытаются или пытались закрепиться в UFC. Пехота, соответственно, вылетела. А Зайтар пока непонятен. Лунги Амбула так себе ни шатка, ни валка. Но выступления он показывает хорошие. Я считаю, его тренировки в Сэнфорд и ММА дают о себе знать. По большому счету, он делает в октагоне то же самое, что он делал и у себя в Канаде. То же самое, что он пытался делать в начале своей карьеры в UFC. Но у него не получалось. Он много идет вперед. Такой поддерживает высокий достаточно темп. Много совершает активных действий. Доносит большое количество ударов. Там не самых тяжелых, не самых акцентированных. Но без конца работает, работает, работает. Прижимает к сетке. Навязывает там грязный бокс. У него это достаточно хорошо получается. Он там чередует локти, колени. Может там плечом ударить, меняет этажи. То есть, и все это так. Он накручивает, накручивает, накручивает. У него получается достаточно неплохо. Плюс к тому, по ходу боя, в общем-то, мне нравится, что он может темп, который он даже неплохой задает в первом раунде, еще увеличить. Что если он чувствует, что он, допустим, на первый раунд не забрал, то он во втором раунде может еще добавить. И по большому счету большинство его соперников это плохо воспринимает. Он начинает уже прямо вот, ну, забирать бой, прямо это видно визуально. И, допустим, в третьем раунде он по-прежнему способен поддерживать более-менее неплохой темп. Может быть, уже не такой высокий, но он вот прет именно до конца. И такое достаточно неплохое кардио у него. В общем-то, мне это в нем нравится. Что касается коэффициентов и ставок на этот бой, здесь чистый, в чистом виде вопрос вкуса. То есть, кто кому нравится, потому что коэффициенты сейчас примерно равные. Значит, у обоих есть ключи для победы, я считаю. У Барри это прессинг, у Джекуани это ударная техника и габариты. В принципе, и тот, и другой могут победить близким решением. При этом есть небольшой шанс, что Джекуани может победить таким определенным D-классом. Поскольку, ну, как мне кажется, просто у Барио не было таких вот хороших габаритных ударников. Ну, не знаю, Санчес нет, Йотка нет, Парк нет. В принципе, для Барио это будет такой новый челлендж. Ему будет сложновато, по крайней мере, я думаю, в первом, допустим, раунде подстроиться к Джекуани, который, по идее, должен пытаться удержать бой на дистанции и разбить Барио с дистанции. Плюс к тому, у Джекуани, в общем-то, неплохой клинч. И я не стопроцентно уверен, что здесь вот эта вот тема Марка Андре Барио, когда он много поджимает соперников к сетке, обязательно должна ему принести успех, по крайней мере, по первости. Поскольку у Джекуани клинч хороший, и он может, в общем-то, наверное, и в таком же стиле, как Барио, поработать. Они будут там стоять, друг к другу колени натыкивать в корпус. Плюс к тому, у Джекуани может клинч в сетке превратить в тайский клинч, в котором он тоже работает хорошо. Шанс у Джекуани, безусловно, есть, но я не хочу ставить против Барио, который набрал хороший ход уже именно в UFC. Все-таки Джекуани здесь дебютирует, поэтому, если я вдруг буду ставить на этот бой, я, наверное, все-таки больше здесь буду смотреть в сторону Барио. Ну, либо я этот бой пропущу, поскольку, как я уже неоднократно говорил, ставки по равным коэффициентам, это не всегда прям мое. Ну, здесь у меня все-таки небольшое предпочтение в сторону Барио. Мне еще нравится здесь то, что букмекеры, в частности, предпочитаемые мной Пиннакл, открывал Барио за коэффициент, по-моему, 1.6. Так, как это посмотреть на Fight Odds? Зачем нам испортили Best Fight Odds? Объясните мне. Ну, хотя это тоже, конечно, аналог, но меня вот это, честно говоря, раздражает, когда начинают в России банить, в общем-то, довольно-таки ни в чем не повинные сайты. Ну, вот 1.6 он был, то есть сейчас он уже 1.9. Соответственно, если букмекер открывал бойца за 1.6, а сейчас боец стоит 1.9, то, ну, может быть, букмекер был неправ. Может быть, букмекер был и прав. Все-таки они чаще оказываются правы, чем неправы. Вот, поэтому я небольшой смысл в этой ставке вижу. Если Барио станет андердогом, тогда я буду видеть смысл в этой ставке побольше. Ну, и все-таки, я не знаю, там, Барио, конечно, не бог весь какой борец, но мне кажется, ему в Сэнфорде должны подсказать, что здесь-то ему в какой-то степени побороться сам бог велел. Ну, а для меня Джакуани все-таки пока остается таким персонажем, который вот в первом раунде лежит на канвасе, закрывшись руками, а Корешков сверху его забивает мощными ударами, как собаку. Поэтому есть у Чиди, конечно, хорошие стороны, но вот есть у него и такие, как мне кажется, по крайней мере, были такие явные дыры в его игре, которых, допустим, я у Барио не наблюдаю. Поэтому я здесь, может быть, если буду ставить, то на более такого комплексного бойца, который уже в UFC себя более-менее проявил и набрал неплохой ход. Каким доводу против Майка Тризана. Так, что у нас это за категория? 61 или 66? Это 66. Так, Тризана, соответственно, когда-то в нее спустился. Он же дрался когда-то в 70. А вот он, он спустился в 19-м году. И с Кляйном он тоже дрался в 66. И пока что у него 3-1 в UFC. Две победы с плитом. Ну и неплохая победа над Кляйном. Хотя, конечно, бой там был близкий. Может быть, кто-то считает, что Кляйну нужно отдать. Ну, я вот считаю, что Тризана там забрал. Поскольку вот эти вот попытки там в конце раундов от Кляйна переводить и удерживать. Ну, они как бы проходили. Ну, это был вот просто абсолютно пассивный контроль. Который ничего ему особо не давал. При этом все три раунда Кляйн пятился назад и пропускал больше ударов. В общем, мне показалось, что Тризана пошел на пользу вот этого длительный, довольно-таки простой. Он не дрался два года. Ну и сейчас, в общем, у него тоже опять какой-то простой. Нарисовался не такой большой. Ну, в общем, с мая он не дрался. И сейчас будет встречаться с Хакимом Даводу. Который тоже довольно-таки известный персонаж. Тоже у него тут вот, если посмотреть его карьеру. Сплит, сплит, сплит. Ишино Рихори, этого несчастного, гонял три раунда. Наконец-то там загнал его. Ну и с Явлоевым, в общем-то, провел неплохой бой. Два раунда пролежал под Явлоевым. В третьем раунде уже себе не дал перевести. Третий раунд уверенно забрал стойки. В этом отношении молодец. Два кикбоксера. Тризана выше. Но при этом остальные габариты, вот вроде размах рук у них одинаковый. Я хочу на взвешивание посмотреть, будет ли вот визуально Тризана крупнее, если я, конечно, смогу это понять на взвешивании. Возраст у них одинаковый, рекорд сопоставимый, стиль тоже сопоставимый. Два таких нудных кикбоксера, которые много работают одиночными ударами. Ну, может быть, Даводу посильнее бьет. Оба с приличным кардио. Оба довольно-таки работоспособные. Ну, по статистике, Даводу несколько более активен, он больше ударов доносит. Но я думаю, что это будет близкий бой. А коэффициенты у нас 1,5 на Даводу и 2,65 на Тризана. Поэтому я, честно говоря, особо здесь заморачиваться не буду. Здесь, скорее всего, конечно, бой дойдет до решения. Если вы любите какие-то там маленькие коэффициенты, то какую-то ТБшку брать можно в какой-нибудь экспресс, двойник, там еще что-то там, что вы любите собирать. Я не считаю, что Даводу здесь должен быть за 1,5. Я не вижу, честно говоря, вот чем он особо прям лучше Тризана. Он побольше провел боев, да, но... Ну, что вот, у Хугова он, может быть, выиграл, а может быть, и не выиграл. Сарса тоже было близко. То есть у него куча таких близких боев. И вот в очередном близком бою, который будет брать его за 1,5, я не знаю. Я в таких ситуациях всегда просто автоматически рассматриваю вот того, на кого коэффициент больше. Я даже думать не собираюсь. Те, кто понимает эту логику, понимают, почему я там на прошлом турнире говорил про ставки на Нгану и Фигу и Реда. Не потому, что я знал, что они победят. Потому что вот в таких ситуациях просто выбираешь число и не заморачиваешься. Если ты там любишь какие-то там надежные там вещи, как бы, то это вот не из... Это бой не из такого разряда, где там Даводу победит по-любому. Да не по-любому. Может быть и победит, может быть и нет. Я не знаю. По мне, два довольно-таки одинаковых типа. Ну и все-таки то, что Тризана выстрелил уже андердогом, ну хотя бы о чем-то говорит. Кляйн все-таки неплохой боец, хотя у него, видимо, есть очевидно какие-то проблемы с кардио. Ну, в принципе, Тризана, он такой тоже довольно-таки упертый. Поэтому здесь вот будет, скорее всего, какой-то, может быть, в итоге тоже сплит. И я здесь, если на кого-то буду ставить, только на бойца, на которого коэффициент выше. А коэффициент выше тут существенно. Тут перевес большой. Я бы тут дал, может быть, я не знаю. Там 1.75, 1.8 на 2.15, что-нибудь такое. Поэтому, кто поддерживает такую логику, те будут думать про ставку на Тризана. Остальные возьмут Даводу в двойник, потому что он по-любому победит. Он же фаворит. Майлз Джонс против Джона Кастанеды в категории 61 килограмм. Майлз Джонс такой, как бы, проспект, который периодически становится перегретым по коэффициентам. То есть они на него начинают идти слишком низкими. И, возможно, он как раз сейчас подходит к такому состоянию, поскольку вот он там на Contender Series вымучил победу над Сантьяго, потом так себе бой с Колом Смитом, и потом он вышел таким серьезным фаворитом против Марио Баутисты. Но вот тогда я дважды не думал. У меня прямо рука сама потянулась, и я там Баутисту за трешку забирал. И остался этим очень доволен. Но при этом Майлз Джонс сейчас одержал две досрочных победы. Ну, допустим, над не самыми топовыми бойцами. На Тивидат, наверное, я не знаю, уже уволен или он не задержится. В UFC у него совсем плохо дела складываются. Андерсон Дос Сантос, боец, конечно, не самого высокого уровня. Ну, в общем-то, такой крепкий бразилиец, которого вроде бы как сложно было ушатать. А Джонс вышел с таким хорошим геймпланом на бой. Сразу же в первом раунде Дос Сантос отсадил ногу и дальше, в общем-то, было уже дело техники. Поскольку Сантос там уже хромал-хромал как мог, но все-таки до конца боя не дохромал. То есть, с одной стороны, не слишком такая хорошая позиция, с другой стороны, уверенные досрочные победы, без как бы, без тени сомнений. Планы на бой и финиши в третьем раунде, что немаловажно, поскольку к Джонсу были претензии по поводу того, что он устает. Ну, его кардио пока все-таки для меня по-прежнему остается под небольшим вопросом, но уж коль он дважды в третьем раунде сумел финишировать своих соперников, возможно, он кардио что-то подизменил. Но остальное у него на достаточно неплохом уровне. Борьба у него всегда была и есть в заднем кармане, хотя он в последнее время предпочитает стоять в стойке, подтянул свой кикбоксинг, подтянул свой бокс. Выглядит достаточно неплохо. Кастанеда пока все равно, хоть и провел два боя в UFC, не совсем такой понятный, конечно, парень, но он выступает, в общем-то, редко по разу в год. Здесь кто слетел? Здесь Кастанеда слетел. Ну, вот как-то он между Натаниэлем Вудом и Эдди Вайнлендом. Вот это какой уровень? Это непонятно, потому что Вуд все-таки боец неплохой, а Вайнленд боец неплохой и плохим никогда не был, но боец, который сейчас откровенно плохо держит удар, поэтому тоже такая победа, которая не слишком много стоит. Вот. Кастанеда универсал с базой борьбы. Который может все понемногу. Сказать, что он в чем-то Майлса Джонса превосходит, ну, не могу сказать. Не могу сказать, в чем он его превосходит. У него получше опыт, побольше боев, габариты сопоставимые. Джонс чуть моложе, но несущественнее. Поэтому, в целом, как бы по навыкам, мне здесь Джонс нравится больше. Как мне кажется, у него однозначно есть преимущество в силе удара. Ну, при этом коэффициент на него 1,4. А на Кастанеду трешка. В принципе, Кастанеда за три не совсем плохой вариант. Я пойму тех, кто его здесь выберет. Ну, честно говорю, вот у меня, как бы, когда я говорю, когда вот с Баутистой у меня рука сама потянулась, тут что-то она у меня не тянется на Кастанеду, если честно. Пока он для меня не до конца понятен. Мне не до конца понятно, чем он Майлса Джонса возьмет. Единственный вариант, при котором я возьму Кастанеду, если Джонс будет плохо выглядеть на взвешивании, то есть, вот, мне кажется, вариант Кастанеды, это Джонса каким-то образом измотать, утомить. Или, может быть, что Джонс сам устанет к третьему раунду. Допустим, там, не знаю, отдать первый раунд, вырвать там концовку второго и забрать третий у старшего Джонса. Ну, вот, может быть, так. Потому что Кастанеда, ну, не вижу я, что он где-то там сильно хорош, что у него прям какой-то хороший кикбоксинг, там, какая-то комбинативная работа. Да нет, он больше одиночными работает, мне кажется. Что он сильно Джонса переиграет на движении. А тоже вроде нет перебори, точно нет. Поэтому, как бы, Джонс, да, попредпочтительнее. Ну, 1,4. Не знаю, тут тоже дело вкуса, что с этим делать. Коэффициент, конечно, низковатый. Джонс тут я не считаю, что же Б, но такой вот поединок, как мне кажется, где фаворит по заниженному коэффициенту, все-таки довольно-таки вероятно, что победит. А следующий будет для меня из точно такого же разряда. Джулиан Эроса против Стивена Петерсона. Можно сразу же отметить, что Эроса идет за 1,34. Эроса за 1,34. Теперь вы видели все. Ну, и Петерсон за 3,4. Если посмотреть статистику, то Стивен Петерсон лучше Эросы только в одном. Это в проценте защиты от тейкдаунов. И процент этот, он из того исходит, исходит он из того, что Гранд Доусен 6 раз перевел Эросу. Правда, по-моему, он его особо там... Нет, где-то удерживал, да, но более-менее Эроса вставал. Остальные, в общем-то, Эросу либо не переводили, либо, как Арси, если разово его перевел, Эроса сразу вставал. То есть я к чему? Для меня Эроса во всех ипостасях лучше, чем Стивен Петерсон. При этом Эроса габаритнее. Возраст у них одинаковый. По кардио Эроса, я считаю, точно не хуже. Ну и хуже, естественно, помимо того, что по статистике, естественно, все знают проблему Эроса. Это защита и челюсть. При этом Стивен Петерсон вообще ни разу не панчер. По сути, это грэплер, который что-то умеет стойки, умеет давить, идти вперед, пытаться навязать там тоже клинч, грязный бокс, какую-никакую борьбу. Ну, мне кажется, здесь у него шансы не особо велики. То есть как он может победить Эросу? У него есть все-таки 5 побед нокаутом, но дело было, честно говоря, весьма давно. Весьма давно это были, скорее всего, какие-то забивания в партере. То есть вот если не считать его вот этот бэкфист с Мартином Браво, то побед нокаутом у него, можно сказать, практически нет. Да, с Браво, конечно, хороший бэкфист. Прям зрячий. Но я вот напоминаю, я уже рассказывал эту историю, что Стивен Петерсон – это вечный перспективный андердог. Я ставил на него против Луиса Пенни, я ставил на него против Алекса Кассероса и ставил на него против Мартина Браво. Потому что ну когда-то же должно зайти. И после первого раунда его боя с Мартином Браво, я был очень зол, ругался на всех, начиная с себя и заканчивая Петерсоном. Петерсоном хотел разбить телевизор бейсбольный, битый в надежде, что ему тоже что-нибудь прилетит. В общем, честно говоря, Петерсон для меня такой боец не особо высокого уровня. Вот Чейса Хупера, это да, там можно было на него ставить, наверное, даже вгружаться, потому что за счет своей универсальности он все-таки таких однобоких бойцов, как Хупер, проходить способен. У которого есть там какие-то явные слабые места, в общем-то. И Петерсон там молодец, и побороться с Хупером не побоялся. Поэтому там был вот как бы его такой матчап. Здесь Ироса, который, ну практически вот кроме своей челюсти и защиты, как по мне, особо слабых мест не имеет. Поэтому, сколько бы там Петерсон не был перспективным, я не понимаю, как он Иросу победит. Просто не понимаю и все. Поэтому Ироса, 1.34. Если не словит какой-нибудь там вот бэкфист или колено в челюсть, или чего-то еще вот такое, в моем понимании он должен этот бой выигрывать. Ну, наверное, я бы сказал, что решением. Конечно, Петерсон еще есть 8 побед с Абмишинами, но Ироса как раз с Абмишинами ни разу не проигрывал. В отличие от своих 5 нокаутов. Поэтому, не понимаю, как Петерсон выиграет. Думаю, выиграет Ироса. Думаю, решением. Думаю, что Ироса за 1.34. Но это для тех, кто любит адреналин за маленький коэффициент. Ну, иногда я люблю адреналин за маленький коэффициент. Но редко. Поэтому я подумаю. Брайан Баттл против Тришана Гора. Это настоящий финал Ultimate Fighter. Они должны были подраться в прошлый раз. Но Гор слетел из-за травмы. Ну и вообще, по-моему, у него тут уже были какие-то еще раньше. Тоже такие слеты. Так что надо иметь в виду, что он травмам подвержен. Ну и здесь какая может быть аналитика у одного 7 профессиональных боев, у другого 3. Правда, здесь есть, конечно, бои на Ultimate Fighter. Что по Баттлу сказать. В общем-то, он сравнительно уверенно разобрался с Урбиной. Но больше потому, что Урбина устал во втором раунде. Может быть, потому что был на коротком. Может быть, у него, в принципе, не очень хорошая кардио. То есть, в принципе, это Баттл первый раунд у Урбини скорее проиграл. То же самое примерно было с Петровским. Даже с Латчином более-менее что-то похожее было на Ultimate Fighter. Баттл что-то понимает в ударке. Много работает киками. Имеет прозвище Медведь Винни-Пух. Винни-Пух сейчас подхудал. Набрал неплохую форму. Он тренируется в таком очень-очень региональном, мне кажется, зале. Где я, честно говоря, сомневаюсь, что он сильно прям в скиллах вырастет. А на каком-то там одном своем атлетизме, якобы, он далеко, мне кажется, не уедет. Есть у него более-менее опасная джиу-джитсу. Неплохой партер. В целом, боец универсальный. Но какой-то такой изюминки я в нем не наблюдаю. Но Трэшан Гор, мне кажется, это такой единственный путний, действительно, боец с Ultimate Fighter. Который, конечно, пока еще молодой, неопытный. Но он, в отличие от Баттла, тренируется в American Top Team Atalanta. Тренируется там с братьями Лима. То есть он, по крайней мере, в том окружении, в котором он может расти. Бои свои на Ultimate Fighter он выиграл уверенно. Если, допустим, сравнивать, опять же, по их общему сопернику, по Урбине, то Урбину он просто не почувствовал. Несколько раз отправил его в нокдаун. И во втором раунде его нокаутировал. Точной информации у меня нет. Но я все-таки понимаю, что он по базе борец. И неплохо сам от борьбы защищается. Может он и побороться. Хотя, вот в этих двух его боях на Ultimate Fighter, от которых я отталкиваюсь, он сам не боролся. Он предпочитает работать в стойке. Из минусов, к сожалению, в основном одиночными ударами. Практически только с рук. Но удары у него достаточно точные. И у него есть такой ощутимый динамит в руках. То есть он бьет тяжело. Тяжело. Точно. Попадает хорошо. Поэтому, что здесь светит батлу. Ну, мне кажется, быть прилично избитым. Не знаю. Здесь, конечно, опять же, боев мало. Аналитика такая себе. Но я выберу Трэшана Гора. Где он тут у меня? 1.72 сейчас на него дают. Я считаю, неплохой коэффициент. Опять же, не особо понимаю. Там батл может быть как-то на характере вытащит. Может быть, что-то там произойдет в бою такое. Но в целом, по навыкам, мне Трэшан Гор нравится больше. Он более опасный боец. Довольно-таки, мне кажется, всесторонне подготовленный. Поэтому я вижу у него некоторые моменты, которые выделяют его немножко из общей массы. И у него есть, допустим, какие-то там средние навыки. Но при этом есть у него нокаутирующая мощь и умение доносить свои удары, которые у него лучше, чем остальные его навыки. А вот у батла я, допустим, особо выделить ничего не могу. Поэтому я думаю, что Гор здесь должен забирать. Сэм Алви против Фила Хоуса. Ох, хунюшки ху-ху. За что же мне это? За что же это всем нам? Ну, Алви опять не уволили. Я думал, ну сейчас-то уж точно уволят. Ну, нет уже. Ну, конечно, легендарный стрик. В общем, это реально как Ранда Маркос. С рыжими людьми в UFC все идет по какой-то одной категории. Не знаю, может он контракт переподписал в какое-то удачное там время на какое-то большое количество боев. Не понимаю, почему мы до сих пор его видим. Но я думаю, вне зависимости, честно говоря, от того, как он проведет последний бой, я думаю, его уволят. Даже если он победит, если он на 10 секунде первого раунда Фила Хоуса нокаутирует летящим коленом, мне кажется, его должны уволить все-таки. Сколько можно на это смотреть. Блин, держался я вот до конца. Вот говорил себе, не ставь на Алви. Все-таки поставил против Турмана. Вот не надо было это делать. Если ты, блин, твою ж дивизию с двумя снятыми у противника баллами не можешь выиграть, тогда заканчивай к чертовой бабушке выступление. Ну, какая тебе еще помощь нужна? Чтобы Метеорит на голову ему упал. При этом, в общем-то, опять же, вот вроде бы в 20-м году там со спаном, с Даунджунгом, ну, приличные же были бои. С Маркесом, ладно, не получилось, но с Турманом что-нибудь хоть сделай. Ну, он, по-моему, мне кажется, просто не хочет драться, если честно. Просто не хочет, а я не знаю, что он хочет. Он тупо контракт дорабатывает или что. Ну, ладно, вот уже раз вышел за чеком, второй, третий, десятый, сколько можно-то. Ну, и вот этот товарищ, про которого я в прошлый раз говорил, что, ну, не ставьте вы на Хоуса за мелкие-то коэффициенты. Ну, потом пишут в комментариях, ну, вот Хоус подвел. Ну, так а что он не подведет-то, если у него держака особо нету и кардио у него особо нету? Он такой парень через раз может хорошо выступить, а может не особо. Да, у него навыки неплохие. Он подтянул кикбоксингу, у него есть тяжелый панч, у него есть борьба. То есть, как говорят всегда, там молот и гвоздь. Как молот, Хоус очень хорош, пока свежий. Он может все, может перебороть, может вырубить там, может накидать. Но, во-первых, он может пропустить в обраточку, и вот его может повезти. Он все там побежит и упадет, и свернется калачиком, как он в прошлом бою сделал. Во-вторых, он может устать. С тем же там, но с Ибамовым он как-то вывез. С Даукасом вроде ничего. Ну, вот посмотрим еще, какой-нибудь попадется ему боец, которого он в первом там раунде, во втором не ушатает. Что с ним будет в третьем? Надо опять же смотреть. Ну, и коэффициенты, конечно, опять же, божественные. 3.78, Алви, 1.29, Хоус. Я тоже самое все скажу, что нельзя Хоуса, я считаю, брать за такие коэффициенты. Какой бы там Алви не был хреновый, и какую бы он у меня сейчас антипатию, допустим, не вызывал. Как говорится, такую сильную личную неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Ну, все равно как бы Алви есть, Алви у него в любом случае там большой опыт, и ставить на Алви-то я не хочу. Но если бы меня заставляли, я бы опять же вот просто вот как там по Маркесу, так же вот и по Алви я бы тупо вот коэффициент бы выбрал и все. Вот честно, я не рассматриваю, правда, какие-то ставки на Сэма Алви, потому что, ну, у него вот есть один такой минус, который все перечеркивает. Я считаю, что Алви не хочет драться. Ну, не хочет он побеждать, я не знаю, что он хочет. Может быть, бросал бы уже тогда, но при этом навыки у него как бы не делись никуда, опыт не делся. Не то, что у него прям какие-то такие навыки, но, допустим, поборет его Фил Хоус. Да навряд ли. Попадет ли и нокаутирует? Ну, может быть, но он точно так же может и навстречу пропустить. Просто вопрос в том, что тот же самый Крис Кертис-то, он хотел победить, поэтому он бил Фила Хоуса хотя бы не сразу, хотя бы потом, хотя бы иногда. А Алви будет пятиться к сетке и пытаться там делать вид, что он сейчас ударит, но при этом не будет бить. Поэтому бой, конечно, ужасный. Мне кажется, сюда со ставками лучше не лезть, но я лично для себя Фила Хоуса, как объект для ставки, вообще практически не рассматриваю. Но в каком-то только очень удобном для него матче, это, я не знаю, с кем-нибудь там, вот если бы Алви был, допустим, как Алви, только у него было бы там не 50 боев, а, допустим, 8. Вот тогда бы Хоус за 1,3 бы пошел вообще только в путь. А так, в принципе, бой, который надо категорически пропускать и что-то здесь пытаться выгадать, угадать, заработать, по-моему, это не та пальта. Это Шавкат Рахмонов против Калстона Харриса в категории 77 килограмм. Ну, это, наверное, бой, вокруг которого аналитиками будет сломано много копий, я так предполагаю. И, наверное, вообще самый интересный бой на турнире. Уж не знаю, как для ставок, но по какому-то зрелищности, по накалу, по интересу к этому, мне кажется, это самый интересный бой. Кстати говоря, я бы его поставил коммейн-ивентом вместо той вот хреновины, которую нам предлагают. Ну что, тут все, конечно, интересно. Интересны, конечно, коэффициенты. 1,44 сейчас на Шавката, 2,9 на Харриса. Ну, я сразу говорю, что у меня Харрис стоит вот здесь вот в риске за 2,9. И более того, если бы коэффициент на Харриса уже упал, то есть там было 3,15-3,2 поначалу, это было вообще абсолютно не по делу за 3,15-3,2, там выше трешки, я бы Харриса точно заиграл, несмотря на то, что это весьма рисковая ставка. Но, тем не менее, то есть, по сути, это два бойца, которые, имея неплохой опыт в региональных промоушенах, начали свой путь в UFC, начали его хорошо, красиво и так далее. Наверное, победы Шавката в UFC стоят чуть больше. Два ветерана, хотя оба несколько списанных, плюс Прозерес на большом простое все-таки стоят, наверное, побольше. Ну, у Харрисона это Агилера и Касанганай. Агилера, конечно, наверное, в UFC ему делать нечего, Касанганая тоже Харрис уволил. Хотя я, в общем-то, не считаю, что импо плохой боец, ну, может быть, у него с челюстью какие-то проблемы, и в целом, может быть, даже мы когда-нибудь его еще увидим. Вот, что было у нас в региональных промоушенах. Все было хорошо, Шавкат доминировал, хотя единожды его видели в состоянии серьезного такого нокдауна. Харрис, ну, в общем-то, с определенного момента тоже очень даже неплохо шел. Там два когда-то поражения у него было совсем давно. Одно в 2016 году с плитом. Есть ее победа, допустим, над Велингтоном Турманом. Тальси Лави, я так понимаю, это чемпион Брейв сейчас, так что, ну, не зазорно ему проиграть. Ну, и в целом, в общем-то, в региональных промоушенах Харрис больше боролся и брал больше борьбой. Сейчас он в UFC всех выносит с рук. Если попытаться их сравнить, то, в общем-то, два довольно-таки универсальных бойца. И у Шавката какое есть преимущество. Преимущество, ну, это, конечно, возраст. То есть, он на 7 лет моложе. Это неплохое преимущество. С другой стороны, сказать, что Харрис в возрасте 34 лет совсем уж старый, как бы, ну, нет. Он, наверное, не будет становиться лучше. Ну, еще, может быть, год-два-три он сможет драться на таком уровне, на котором он сейчас дерется. Дальше, конечно, у него начнется определенная стагнация. Рахмонов техничнее в стойке. С этим не поспоришь. Он больше умеет. Вот. У него, не знаю, там, удары под правильными углами летят. Он, наверное, лучше комбинационно работает. При этом раскритиковать ударку Харриса я пока не могу. Может быть, она как раз провалится против Шавката. Но пока что, в любом случае, она эффективна. Да, у него там несколько размашистые удары такие. По большому счету, он и Агилеры иногда он отправил, и Касанганая там практически нокаутировал какими-то такими примерно одинаковыми ударами, какими-то неправильными, корявыми. Когда смотришь на такой удар, то вспоминаешь сериал «Реальные пацаны» и какой-нибудь термин типа «Втащил» в что-нибудь такое. Но он же их доводил, доводил, пробивал жестко. Мощь в ударах у него есть, поэтому мне, в принципе, в данном случае было без разницы. Попадал и попадал. Соперники падали. Возможно, конечно, Шавкатом такое не пройдет. Здесь как раз будет какая-то разница в классе в ударке. Но, как по мне, даже отдавая предпочтение Рахмонова в ударке, я ему не отдаю его. Вот настолько, чтобы до него был коэффициент 1.45, честно говоря. Что Харрис тоже, в общем-то, опасный. И при этом Харриса мы еще не видели в борьбе. Я не говорю, что он Шавката переборет. Потому что Шавкат тоже отлично борется. У него тоже хорошие навыки проведения болевых удушающих. И в целом он хороший борец. Но у Харриса, в общем-то, это его хлеб с маслом. Он вот именно в своих там ранних боях, он очень много боролся. У него хорошие навыки переводов. Очень хорошие навыки контроля. Он очень такой липкий, приставучий, цепкий. Поэтому в целом, то есть я просто к тому, что Шавкат-то уже тут немножко поборолся. Там Оливейру задушил, Прозероса переводил. То есть он показал себя уже во всей красоте. Красе, как бы молодец. Харриса мы пока видели только в одной его ипостаси. И что будет с другой. Я, допустим, не считаю, что он борется хуже, чем Шавкат. Я не считаю, что он борется и лучше. Для меня просто как бы, ну, примерно равно. Как-то не совсем понятно. Но в целом, допустим, Я не исключаю того, что Харрис где-то может какие-то эпизоды, допустим, в борьбе у Рахмонова забрать. При этом проиграет ли он обязательно в стойке, тоже не факт. Но, опять же, я клоню к тому, что, как по мне, не говорю, что 50 на 50. Но я думаю, что бой будет ближе, чем коэффициенты. И коэффициенты сами по себе должны быть, наверное, поближе. И поближе, возможно, намного. И Кастан Харрис хороший боец. Хороший боец, который также идет на стрики из двух досрочных побед в UFC. Поэтому я не вижу смысла, ну, хотя бы не рассматривать его в качестве ставки за коэффициент, близкий к трешке. Здесь, конечно, все поделятся пополам. Кто-то скажет, что Рахмонов это хороший фаворит за 1.45. Ну, и, в общем-то, с этим не особо поспоришь. Но кто-то скажет, что Кастан Харрис хороший андердог за коэффициент в районе трех. Мне кажется, это тоже не оспаривается. Поэтому здесь каждый будет выбирать кто-то, кто что захочет. Кто-то запихает Рахмонова в паровоз. Кто-то подумает, не поставит ли на Харриса динаром. И я пока больше ко второй части себя отношу людей. Он Пуноэлли с Ориана против Ника Максимова. Очень странный коммейн-ивент. Что деть Максимов особенно делает, вообще непонятно. С Ориана проиграл в последнем бою Брэндону Аллену. До этого победил на контендер-сириес и нокаутировал пехоту и, слава богу, Тодоровича, с которого сбил хайп. Гавайский борец. По-моему, он чемпион штата. Я не помню по какому там дивизиону. Ну, в общем, прилично у него все с борьбой вроде бы должно быть. Ну и что? Сейчас ему нравится стоять в стойке и нокаутировать людей. Бьет реально очень тяжело. Очень такой мышечный. Вследствие этого с плохим кардио. Про это, я думаю, тоже все знают. Ну, по крайней мере, с не очень хорошим. Он как бы продолжает работать, но проседает он сильно. Проседает он сильно. И Аллен, в общем-то, добавив ему изрядную порцию пинков в пузяку, это кардио у него, в общем-то, еще сильнее подсадил. И достаточно уверенно забрал бой. Вот, Максимов. Так, он должен был драться с Роберсоном, но подрался с Брандиджем на коротком. Ну, выглядел не то чтобы плохо. Первый, второй раунд более-менее уверенно забрал. Третий уже посложнее, мне кажется, по-моему, или проиграл он его уже. В общем, что, он, конечно, хорошо борется. У него есть кое-какое джиу-джитсу. По-моему, он коричневый пояс. Вообще, он в чистом виде грэпплер. Его тема это сабмишн, андеграунд и все такое. Тренируясь с братьями Диасами, он, конечно, свой бокс каким-то образом подтягивает. Но, если сравнивать их в ударке, то я бы сказал, что у Максимова, по сравнению с Сорианом, можно сказать, ее нет. Если честно. Сориана, конечно, в плане ударной техники смотрится гораздо серьезнее. Учитывая его борцовский бэкграунд, сможет ли с ним Максимов побороться, пока Сориана свежий? Я так думаю, что, скорее всего, нет. В общем-то, габариты у них практически одинаковые. У Максимова руки на 10 сантиметров подлиннее. Максимов еще, конечно, довольно-таки молодой, 24 года и категория 84 килограмма. Мне кажется, что Максимов тут не поборется с Сорианом. Если он не поборется, то у Сориана есть шансы Максимова в первом раунде нокаутировать. Потому что, мне кажется, Максимов не в нападении, не в защите стойки, не особо прям понимает. Поэтому шансы Максимова какие? Завязать Сориана в первом раунде, не отлететь, заставить Сориана утомиться. И тогда, во втором-третьем раунде, может быть, у Максимова какие-то будут шансы, когда Сориана устанет. Соответственно, 1.51, 2.68. Ну, что касается ставки на Максимова. Я ее делать не планирую. Все-таки для меня Максимов довольно-таки односторонний, однобокий товарищ. Ну и я не ставлю в лайве. Но если бы я ставил, то я бы рассматривал ставку на Максимова после первого раунда. Во-первых, скорее всего, коэффициент будет выше. Во-вторых, будет понятно, дожил ли он вообще. Он вообще существует еще или у него уже голова в космос улетела. В-третьих, будет видно, как себя чувствует Сориана. Устал, не устал. Потому что, ну, я не исключаю, что Пунаэли все-таки как-то должен свои проблемы фиксировать. Но всем очевидно видно, что пока это хороший боец первого раунда и все. В общем-то, учитывая, что у него некоторые навыки-то не так уж плохи, но ему надо подтягиваться, работать над собой. И, по идее, надеюсь, он этим занимается. Я в целом, он выглядит слишком как качок. Честно говоря, у меня не вызывает за счет этого особого доверия. Ну, ставить на Сориана за 1.5, как бы, я тоже в этом смысла, честно говоря, не вижу. Если уж ставить на Сориана, то надо ставить, что Сориана победит досрочно, Сориана победит в первом раунде, Сориана победит в первом-втором. Чего-нибудь такое. В этой ставке смысл есть. И, возможно, по росписи я что-то буду здесь на Сориана смотреть. Что, ну, просто за 1.5 на него ставить, как бы, не знаю. Я, как-то вот, он у меня не ассоциируется, у меня Пуноэль и Сориана с коэффициентом 1.5. Если бы у него было приличное кардио, то я бы согласился. Но здесь еще дело в том, что вот у Максимова, насколько я смотрю, вот на его бои, допустим, конечно, на его бои тут посмотреть-то особо нечего, потому что с Котой бой не считается. Здесь рано закончился. Ну, мне не кажется, что у него у самого хорошее кардио. Поэтому сможет ли он, допустим, если в первом раунде он выживет, прям что-то он однозначно Сориана завозит потом. У него просто несколько побольше шансов появляется на это с уставшим Сориана. Но мне кажется, что он и сам может устать, поэтому в целом Сориана, наверное, должен быть фаворитом. За 1.5 не знаю. Не самый интересный бой для ставок. Ну, вот из прогнозов, если, ну, Сориана, то срочно. Главное событие. Джек Хермансен против Шона Стрикленда в категории 84 килограмма. Стрикленд, конечно, странный персонаж. Какой-то, ну, он немножко реально отдвинутый на голову чуть-чуть. В не очень хорошем смысле. У него, мне кажется, с психикой не все в порядке. Ну, какой-то такой чуть-чуть крызанутый чувак. Не мой любимый, безусловно. Но, тем не менее, после возвращения, вернее, подъема в категории 84 килограмма, у него 4 победы. Правда, 3 решениями, но зато одна в чемпион, в этом, в 5-раундовом бою. И, в принципе, с исключением некой такой ватакатности, нежелания излишне обострять. В общем-то, к нему вопросов нет. Все 4 боя. Он там был в основном фаворитом, за исключением боя с Алином, где они были по-равнему. Он, в общем-то, на свой коэффициент и выступил. Уверенно забрал, без нервотрепки, без всего. Хермансон, боец, конечно, интересный. Выступает сейчас с переменным успехом. Ну и, по сути, его успехи и неуспехи сходятся к одному. Может он побороться или нет. С Канониром не смог побороться, отлетел. С Гастелумом вцепился в ногу, выиграл. С Витори, в общем-то, он где-то там даже и смог побороться, но больше там где-то и Витори даже с ним поборолся, и в стойке его Витори перебил. Проиграл. Шахбазяном в первом раунде-то он, в общем-то, и с Шахбазяном даже не смог побороться, и Шахбазян первый раунд забрал. И второй раунд Хермансона, я считаю, забрал с трудом. Вот третий раунд, когда Шахбазян уже выдохся и не мог уже сопротивляться, там да, он его разнес, наверное, 10-8. Вот. Поэтому Хермансон хороший борец, хороший грепплер, боец характерный, физически сильный. Ну, ударка у него очень такая второстепенная. Что-то он, конечно, может, но хорошему боксеру, такому, как Шон Стрикленд, он не особо конкурент в стойке. У Стрикленда 82% защита от тейкдаунов по статистике. При этом надо отметить, что в категории 84 килограмма его тейкдаун-дефенс практически еще не тестировался. По-моему, один или два только тейкдауна против него пытались провести, он их отбил. Значит, в 2017 году против Камару Усмана Усман провел ему два тейкдауна из восьми. Это хороший процент защиты. Правда, Усман его и проконтролировал. Поэтому сможет ли Стрикленд защищаться от тейкдауна в категории 84 килограмма? В частности, от тейкдауна Джека Хермансона это вопрос. Хермансон, конечно, будет пытаться идти до конца. Это у него прям в крови. Вот. Возможно, у него что-то получится, но я думаю, что Стрикленд сможет от защищаться от тейкдаунов. У меня такая есть внутренняя убежденность. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но, как по мне, Хермансон не сможет побороться со Стриклендом. По крайней мере, не сможет он его прям набороть на какие-то там большие дивиденды. Я думаю, где-то даже если переведет. Ну, мне кажется, Стрикленд встанет. Вообще, как по мне, Стрикленд это такая, на самом деле, темная лошадка дивизиона. Его как-то так всерьез пока никто не рассматривает. А на самом деле еще одна-две победы, и он, возможно, даже и за пояс подерется, потому что, а больше-то кому? Хоть он сильно и не впечатляет, но он сейчас на шестой позиции. Дерется с каким номером? С пятым. Ну, вот. На четвертую позицию выйти, наверное, он сможет после этой победы. Поэтому я тут как-то сюрпризов не жду. Я думаю, что Стрикленд все-таки защищается от львиной доли переводов Хермансона. Хермансон подустанет от своих попыток, и Стрикленд будет его разбирать в стойке. Вполне возможно, что дотыкает до решения, поскольку Хермансон, опять же, удосрочить не так легко. Ну, может быть, какой-то и финиш в поздних раундах. Коэффициенты на Стрикленд 1.48, на Хермансон 2.75. Дана Хермансона заманчивая. Но меня, честно говоря, по стилистике не заманивает. Я думаю, что Стрикленд заберет. Мне так кажется. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пишите вопросы, комментарии, пожелания. Всем удачи на ставках. Сильно не рискуйте. Всем здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok